МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Действительно ли из Алматы в Астану через Балхаш можно добраться за два часа? И что еще интересного представили белорусские машиностроители на специализированной выставке? Обо всем в этом выпуске программы «Транспорт и логистика». Еще одна ноу-хау от белорусов – принципиально новый тип транспорта, созданный на основе так называемых струнных технологий. О практичности и эффективности этого средства передвижения сказать ничего не можем. Но ведь любая, согласитесь, идея стоит того, чтобы быть, по крайней мере, озвученной. Есть возможность внедрить безопасную, инновационную, экономически выгодную, экологическую транспортную систему как в наши города, так и в региональные маршруты, где можно объединить не только города, не только страны, а целые континенты великолепным транспортом, где скорость может достигать межгородского транспортного состава до 500 км в час, в городском виде и грузовом направлении – это до 150 км в час. Самое приятное – то, что данный вид транспорта, он повышенной степень безопасности. И разработка – это белорусского конструктора, гениального человека, ученого, изобретателя, это Анатолий Эдуардович Юницкого, который около 40 лет разрабатывал данную технологию. И на сегодня пришло время, когда уже наша общественность, наверное, созрела для решения таких проблем, глобальных, наверное, проблем. И мы понимаем, что именно безопасный скоростной транспорт, он на сегодня является экономическим таким эшелоном во всех странах, потому что с ним связаны взаимодействия именно экономических процессов. Высказаться компетентно об эффективности и вообще реальности такого транспорта мы, конечно, не можем. Но вот эффект не сам транспорт, но его презентации, конечно, производят. Автобус на тросе, несущийся над землей на скорости под 500 км в час, конечно, не может оставить равнодушным ни профессионалов, ни просто ценителей транспортного избранного. Ведь кто знает, может, действительно мы являемся свидетелями зарождения нового уровня жизни. На сегодняшний день, как говорят, что дети, которые учатся в школе, самая высокооплачиваемая специальность и потребность, она еще не существует. А когда закончат дети школу, институт, тогда появляются новые направления, новые специальности. И вот мы находимся и здесь в тренде, потому как именно специальности, которые здесь применяются, сегодня еще не реализованы. И, конечно же, будут открываться новые направления, где будут воспитываться, обучаться высококвалифицированные специалисты и в данной отрасли в том числе. Подготовили разработчики нового транспорта и предложения для Казахстана. Решения предлагают и для городов, и для республики в целом. Глядишь и понесемся мы, стань картинкой явью, по бескрайним просторам сыроарки в кабине струнного автобуса. Пока же все, конечно, только на уровне предложений, размышлений и красивых презентаций. Это транспорт второго уровня, и он отличается тем, что у него большая скорость, безопасность очень большая, экологически чистый транспорт, и это окупаемый транспорт. Все вот эти вот показатели говорят о том, что он сегодня пользуется большим спросом. А самое главное – это скорость, развязка вот всех вот этих пробок, заэкономит очень много времени для людей, создает комфорт. И сегодня местные администрации мы стараемся информировать о существовании этого танкуза. Они были приглашены на сегодняшнюю выставку, и уже планируется аванпроект по самым пробковым местам Алматы. А вообще от разработчика есть программа по трассе Алматы-Астана, которая 2 часа 10 минут. То есть существует еще скоростной вид данного транспорта, скорость которого 500 км в час. И трасса Алматы-Астана по проекту разработчика она предлагается в 2 часа 10 минут по озеру Балхаш даже. И будут две остановки в городе Балхаш и Караганде. Ну вот все вот эти материалы сегодня предоставлены руководству и рассматриваются. В современном мире все сложнее становится отличить реальность от фантастики. Иные инженерные решения способны поразить и широтой мысли, и ее смелостью. И вот уже сложно представить, что когда-то путешествие от одной границы бескрайней степи к другой было сроднее сегодняшнему полету в космос. Хотя и он уже перестает быть чем-то недосягаемым. А программа транспорт и логистика покидает выставку белорусских машиностроителей в поисках новых транспортно-логистических решений высокого полета и приземленных, но способных существенно облегчить нашу с вами жизнь. Редактор субтитров А.Семкин